Сегодня в Чувашии открылся марафон именем детства во имя детства. Он проходит в республике уже 18 раз. И большая часть собранных средств идет на оплату дорогостоящего лечения и закупку реабилитационного оборудования. На что именно так необходимы деньги, оргкомитету марафона показали и рассказали в Республиканском центре реабилитации для детей-инвалидов. На учете в центре состоят более 2700 ребят с серьезными заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Курс реабилитации 21 день. Причем можно выбирать разные виды пребывания в стационаре, в основном для тех, кто приезжает из районов республики, и дневное пребывание, и индивидуальную программу. Все услуги бесплатные. И это большое подспорье для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Есть такие препараты, которые в программу реабилитации не входят. Мы, получается, покупаем их за свои деньги. Есть такие приспособления, которые тоже в эту программу не входят. И все, опять-таки, приходится покупать. Вот хорошо то, что в этом центре мы два раза в год имеем возможность получить вот эти вот аппаратуры. Там вот тренажер гросса здесь есть, есть вертикализаторы, есть вот эти вот воздушные, сухие бассейны. Вот массаж можем. Если вот взять, например, по ценам, да, вызывать на дом массажистов, это для этого ребенка не менее 500 рублей один сеанс. Чтобы ему сделать это, приходится где-то 15 сеансов не менее. Массаж нужно делать буквально каждые два месяца. Ну, желательно, через каждые два месяца буквально. Поэтому то, что мы сюда ходим, это очень хорошо. Костюм космонавтов, которым учатся ходить дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, стоит 36 тысяч рублей. Это приспособление очень эффективное и очень востребованное. А потому выходит из строя за 2-3 месяца. И хорошо бы иметь по два комплекта каждого размера для близнецов. Таких среди пациентов немало. Этот вопрос решили прямо на месте, в рабочем порядке. Вообще решено сделать этот центр образцово-показательным, чтобы он мог оказывать методическую помощь всем коллегам в России и даже за рубежом. На эту мысль члены форбкомитета натолкнули отзывы итальянской делегации, побывавшей здесь на днях. Они взахлеб рассказывали о этом центре, сказали, что ничего подобного они вообще в мире не видели. Но они объездили как бы все. В чем вопрос? Вопрос в том, что именно комплексное развитие здесь, вот именно для детей-инвалидов. Не только отдельные виды, которые есть, вот физических методов реабилитации. А здесь вот дальше мы посмотрим, то есть здесь и педагогическая, и социальная реабилитация, и медицинская, и физические методы в общем комплексе. Принять участие в этом благом деле, как и во многих других, может каждый. В этом году средства в копилку марафона именем детства во имя детства можно будет внести и при помощи СМС. Организаторы надеются, что круг меценатов детства расширится. И общими усилиями удастся помочь еще большему числу маленьких пациентов. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика.